Они чудом спаслись из пылающего дома, а вот все нажитое сгорело дотла. Но Чоба Молнер и Любовь Янченко ищут неуцелевшие пожитки. Они ищут человеческие останки. Ирина так и не смогла выбраться. Точнее, ей не позволили это сделать. Ирина Сагутовская погибла во время пожара на даче в Кировограде в июле 2009 года. Милиция заявила, женщину сожгли заживо. Кто же с ней так жестоко расправился? И почему череп женщины оказался в соседнем ручье? Следствие вот уже 6 лет не может дать ответы на эти вопросы. Но мы нашли человека, который видел пожар собственными глазами. Сегодня вы узнаете правду об этой ужасной трагедии. Глядачи эксвидок – это первая программа в Украине, в которой расследование резонансных преступлений происходит прямо на глазах у телезрителей. И лучшие эксперты-криминалисты прямо в этой студии выведут на чистую воду преступников и помогут оправдать невиновных. Я Максим Сикора. Мы начинаем наше расследование. Почему-то кости у него были разбросаны по разным местам. Зачем он взял череп? Он этого не может объяснить. Если бы была голова на месте, никто бы ничего не расследовал. Андриченко сказал, если я выйду, ты не жилец. Он не причастен к этому убийству. По версии следствия сожгли заживо Ирину Сагутовскую трое парней из Кировограда. Это Андрей Андреев, Роман Корень и Владислав Бикша. Эти трое уже шесть лет сидят в СИЗО. А суд, вы только вдумайтесь в эту цифру, 21 раз отправлял дело на дорасследование. Но, несмотря на это, эти трое парней до сих пор за решеткой. Сегодня к нам в студию приехала мама одного из подозреваемых. В'ячеслав Бикша, 24 лет. СИЗО находится постоянно. С 18 лет последние шесть с половиной лет. Следство извинувачивает его в выкрадении, умственном подпале и убийстве Сагутовской Ирины. Обвинувачение требует для Бикши 12 лет избавления воли. Суд 21 раз отправлял дело на дорасследование. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, что вы хотите нам сказать? Я приехала на эту передачу, чтобы добиться какой-то истины. Сколько можно? Шесть лет моего сына судят за преступление, которое он не совершал. Я на сто процентов уверена, что это вообще бред какой-то. Такого быть не может. Но почему 21 раз дело отправляется на дорасследование? Не хватает доказательств? Или меняются показания этих задержанных, арестованных? В этом деле больше вопросов, чем ответов. В этом деле нет ни одного прямого доказательства вины моего сына и также тех ребят. Кроме одной особой, неадекватной, которая бомжики, можно так сказать. В чем Владислава обвиняют? Скажите, пожалуйста. По версии следствия, якобы Андреев вечером позвонил Славику еще и Кордю Роману. Договорились о встрече, чтобы пойти на дачный кооператив «Дружба», просто прогуляться. Андрій Андреев, 25 лет. У СИЗО с 18 лет находится постоянно последние 6,5 лет. Главный – звинувачиватель по справе. Следствие инкриминует ему организацию, выкрадение, умисный подпал и убийство Согутовской Ирины. Обвинувачение требует для Андреева 15 лет избавления воли. Роман Корень, 28 лет. На момент убийства Согутовской, був найстаршим из всех обвинувачиванных. Ему было 22. За Гратами находятся последние 6,5 лет, 4 из которых – в туберкульозном диспансере. Роман Корень захворел на сухоти в СИЗО Кировограда. Следствие извинувачивает его в выкрадении, умисном подпале и убийстве Согутовской Ирины. Обвинувачение требует для Корня 14 лет избавления воли. Когда они пришли к дому Согутовской, там дача, постучали туда, а там открыла Янченко, они спросили, где Ира. На что Янченко ответила, Иры нет дома. И вдруг откуда-то не возьмись, эта Ира выбегает из дому, начинает убегать. Андреев приказал моему сыну и корню ее догнать и привезти к нему. Ирина Согутовская. 1975-го року народжения. На момент смерти не мала постійного места проживания. Притягалася до криминальной ответственности за домашнее насильство. Позбавлена батьковских прав. За материалами криминальной справы Ирину Согутовскую кинули живую до палающего будинка, где она и померла. После чего, когда они привели ее туда, Андреев поджигает факел, бросает на первый этаж. Когда первый этаж полностью загорелся, начинал уже гореть второй этаж, тогда он приказал им кинуть Иру. Но тут самое, что смущает... В огонь, что ли, кинуть? В двери. Что самое смущает, как говорит главный свидетель, они взяли, раскачали ее за руки, за ноги, бросили в двери. Это Ира пролетела, одни двери, вторые двери, залетела в комнату, завернула за угол, и там она осталась. А главный свидетель, это хозяйка дачи? Да. Янченко. Да, Янченко. Любов Янченко, 64 роки. На момент божежи, в якій за материалами справи загинула Согутовська Ирина, проживала у будинку разом с померлою. Постойного места проживания немае. Головный свидетель – убийство Согутовської Ирины. И что? Ну, там якобы как сгорело. И сгорело. Да, но почему-то кости у нее были разбросаны по разным местам. Кто же мог сжечь ее заживо? Те трое, которые сейчас находятся в СИЗО, или же совсем другой человек? Скажите, пожар был настолько сильный, что за шесть лет там совсем уже ничего и нету? Там даже через месяц ничего не было. Сами же эти бомжи порастаскивали остатки кирпичей. Когда с мужем ходили смотреть хотя бы на это место, то мы его так и не нашли. Нам так показали – вот оно. Почему вы считаете, что ваш сын не виновен? Потому что я знаю, что мой сын был дома. Как вы думаете, виновны ли двое остальных? Тоже нет. Когда вашего сына задержали? Моего сына не задержали, можно так сказать, а его выкрали с училища. Он пошел 19 января 2010 года. Пошел в училище, как обычно. В 10 часов дня я ему звоню, абонентный абонент. Думаю, ну мало ли что, может телефон сделать. Подождите, подождите, как января? Когда произошел этот пожар? В июле. В июле. А их арестовали в январе 2010-го? Да. Через полгода, получается? Моего сына Андреева, по-моему, в августе арестовали. Расскажите, как происходило это задержание или, как вы сказали, похищение? После первого урока на перемене подошло к Славику двое человек и говорит, ты, Бикса, Вячеслав, пошли, нам надо с тобой поговорить. Кинули его в машину и с тех пор про Славика ничего не знали. Я жду его с училища, его нету и нету. А у нас быть такого не может, потому что он у меня домашний ребенок, послушный. Если он в полпятого должен прийти с училища, значит он должен прийти. Где-то если задержится, значит должен он обязательно мне сообщить. А он был совершеннолетний в этот момент? Да. Сколько ему было лет? 18 было. 18 было. А когда был пожар, тогда ему было 17. Как вы узнали, что его задержали? Мы с мужем побежали к его одногруппнику, он там минут 10 ходьбы от нас живет. И он нам рассказал, что так и так, на первой перемене приехали, его забрали, неизвестно кто и куда. У меня уже паника. Пошли мы сразу в Кировске и писать заявление о пропаже человека. Начали смеяться над нами. Я сказала, я не уйду отсюда, пока вы не возьмете у меня заявление. Когда вам с сыном удалось поговорить? Когда первый раз мы ознакомливались с делом. Это через сколько дней? В марте месяце. То есть задержали в январе, а поговорили вы с сыном в марте месяце? Да, я только его увидела в марте, только могла что-то, да, с ним поговорить. За это время ваш сын что-то подписывал? Какие-то документы там? Да. Признания? Да, значит, его забрали в 9 утра. По словам следователя, он попал к нему аж в 6 вечера. Что с ним делали до 6 вечера, неизвестно. Потом уже мне сын рассказал, что его оперработник там над ним издевался, бил и заставлял. Под диктовку оперработника он писал явку с повинной. И он написал в точности так, как вы нам рассказали? Пошел гулять на даче, были все втроем, Андреев всем приказывал, и он раскачал эту женщину и бросил. Это все было в признании Владислава. Да, это было под диктовку, да. А Андреев и Корень тоже подписали такие признания? Нет, Андрей, он с самого начала ничего не подписывал. А Корня задержали, на следующий день, как Славик написал явку с повинной. То есть Славик указал, получается, на Корня? Корня, да. А на Андреева кто указал? Янченко. Так, а откуда ваш сын был знаком с Андреевым и Корнем? Одни как-то пару раз сталкивались в одной компании. А вот эта девушка, которую вкинули, как вы говорите, в этот дом, в этот пожар, Ирина Сагутовская, вашему сыну 17 было, этой женщине 32. Откуда он ее знал? Он ее вообще не знал. Он ее вообще не знал? Он даже не знал, где эта дача находится. Они ему на фотографии показали фотографии, говорят, вот эта дача. Тогда зачем же он кидал эту женщину, как он написал в своем признании, в этот огонь, в этот дом? А он ее не кидал. Ему просто что диктовали, то он написал. То есть вы считаете, он написал неправду под давлением? Под давлением, да. Кроме признания, следствию удалось еще найти улики против вашего сына, которые бы доказывали его вину? Нет, ни единого прямого доказательства вины моего сына нет. А свидетели? Только вот эта Янченко, которая страдает хроническим алкоголизмом. Она алкоголик? Полный. То есть вы хотите сказать, что ваш сын 6 лет провел в СИЗО только потому, что хронический алкоголик указала на него? Да. Может ли такое быть? Или обвиняемые на самом деле что-то скрывают? Чтобы разобраться в этом более детально, давайте прямо сейчас посмотрим видеоверсию, реконструкцию того, что происходило в тот день на этой даче. Это официальная версия следствия. Внимание на экран. Андрей Андреев уже не раз приходил к Ирине Согутовской. Он всегда домогался ее силой, но был уверен, женщина никогда не пожалуется на него. В этот раз парень пришел к Ирине не один. Хозяйка дома Любовь Янченко заверила, Ирины нет, но Андрей не верит. Друзья исполняют все его приказы, а сам парень решает поквитаться со всеми, кто живет в этом доме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Татьяна, вы сейчас вместе с нами посмотрели... Видеореконструкцию официальной версии следствия. Та информация, которая здесь показана, как будто бы Андреев знал Согутовскую и ходил к ней не один раз для интимных связей. Да, я тоже об этом слышала, но сама я ничего не знаю, потому что я этого парня никогда раньше не видела и не знала. И у Янченко был на Андреева какой-то там у них что-то между ними происходило. Потому она его специально и говорила. А почему вы исключаете, что ваш сын мог попасть, например, под влияние Андреева? Плохое, деструктивное? Нет, мой сын в то время был дома. А чем ваш сын занимался? Он учился на сварщика, на третьем курсе. А летом, вот в те дни, чем он занимался? А в те дни он работал с моим мужем, ходил по работах. Они приходили около десяти вечера. С тройками какими-то или что? С тройками какими-то? Да, да. Ну, а Андреев чем занимался? Вроде бы там на даче там что-то металл ходил, собирал. Внимание на экран, посмотрим, что говорят учителя вашего сына о нем. Какую они дают ему характеристику? Внимание на экран. Через 13 лет я работаю в навчальном закладе. Вот, уже через нас пришли разные ученики. То есть иногда прям видишь, то под Славик до такой категории не относятся. То есть можно было сразу сказать, что я в нем какого-то злочинца не видела. Напоминаю, мы расследуем убийство Ирины Сагутовской. И женщину сожгли заживо на одной из дач под Кировоградом. В убийстве обвинили троих парней. Но их вину доказать не могут уже 6 лет. Что скрывают от следствия подозреваемые? И какие улики все-таки нашли против них? И что же на самом деле все-таки произошло на даче в тот день? Об этом нам сегодня расскажет единственный свидетель трагедии. Но сейчас у меня вопрос к нашим экспертам. У нас есть показания единственного свидетеля. Это хозяйка дачи Янченко. И есть признание. А связь между этими парнями это контакт в телефонной книге. Достаточно или недостаточно этого, чтобы арестовать людей? Не только для того, чтобы заарестовать людей. А недостаточно вообще, для официальной версии. Для того, чтобы понять, в каком состоянии должны перебиваться две люди. И что они между собой могли делить, не делить? Что они могли делать раньше? Давайте прямо сейчас мы пригласим в эту студию Александра Гречушкина. Это родственник подозреваемого Владислава. Этот человек юридически подкован. И он может нам ответить на вопросы, потому что он фактически выступает адвокатом Владислава. Александр, спускайтесь к нам. Я работник военного трибунала. Проще говоря, военный судья. Я отвечаю на ваш вопрос, что касается слави и поведения. Это человек, который не был никого зависимым. Он был материально обеспечен. Он имел работу. Он имел мерсожительство. Он был сам по себе. Александр, а близкий родственник вы кем приходитесь? Ну дядя, вот я ее, а он же племянник. Он вам внучатый племянник. Да, но я хочу подчеркнуть. Он не причастен к этому убийству. Какие доказательства у следствия есть против Владислава? Например, есть экспертиза с места пожара, которая бы подтвердила, что там был поджог и что один из поджигателей это Владислав. Ни одного достоверного доказательства причастности его к этому пожару в материалах дела нет. Александр, посмотрите, пожалуйста, на экран. Это экспертиза с места пожара. Что здесь написано? Причину пожара установить невозможно. Значит, если невозможно установить причину пожара и невозможно установить, что там был Владислав, так почему же его задержали? Он задержан с грубейшим нарушением закона. Стоит вопрос. Факел. С какого материала был факел здесь на месте? Неустановленного. Какая жидкость была на СМС? Неустановленного. Там и не было никакой жидкости. Почему вдруг в 2 часа ночи они приезжают, как они туда добрались в 2 часа ночи? На машине приехали, пешком пришли и так дальше. Этого ничего не известно. В пожаре, в его возникновении. И кроется смысл этой смерти. У нас есть такая информация, что эту экспертизу назначили только через месяц. После того, как он сгорел. Александр Никулин, вы имеете отношение к методикам разработки экспертиз, связанных с подпалами, поджогами, пожарами? Я работаю в институте цивильного захиста, который раньше был в пожарной безопасности. Так. Вы можете нам объяснить, почему экспертиза проводится через месяц после пожара? Это первое. И второе. Возможно ли такое, что экспертиза не может ответить на вопрос, это был поджог или это был не поджог? Экспертиза, как правило, легко определяет, поджог это или нет. Достоверность, насколько я знаю, очень высокая. Гораздо выше 90%. А скажите, пожалуйста, эксперт должен был описать, как минимум, объект, загорание, где произошло пожар? Очаг пожара, возгорание. Какие стены, какие перекрытия? Это все обязательно, чтобы потом поддерживало огонь, да. А скажите, пожалуйста, с взгляда на вот такие вот исследования. Ярослав, это вы экспертизу эту передаете, правильно? Да, да, да. Потому что я там не побачил самое главное. Мы побачили, что не залишилось ничего от дома. Но через 6 лет вообще там трава зарослась. Я осередкованно могу думать, что это был дом деревянный. Но при том всему, вот в экспертизе взагалі, жодной информации стосовно того, что же это было. Ярослав, ваша любимая тема – биллинг, мобильные операторы. Да, да, да. У хлопцев, у Андреева, Бікши и Вкорня, у них в усех были мобильные телефоны, насколько я понимаю. Еще и работалась такая раздруківка по их номерам телефона, где они были в тот момент. Когда было второе судебное уже разбирательство, судья Бурко запрос давал. Взял у хлопцев все номера телефонов, которые были на тот момент. Но мы ждали полгода, и в конце пришел результат, что невозможно установить. Это было в 2013 году. А чему спочатку не поднималось это вопрос? Не знаю. Александр, присаживайтесь, вам будет удобно на диване. Спасибо вам пока большое. Вы будете присоединяться к нашему разговору. Большое спасибо. А скажите, пожалуйста, это в котрой године взгляну все сталося? Вот по версии следствия. Пожар? Так. В 2 часа ночи. А в котрой године по версии следствия встретился вот ваш сын Андреев, корень? Около 10. А где вы не встретились? Это было людное-безлюдное место? Как-то это не упоминалось. Они созвонились. То есть это вообще никто не установил? Да, не вспоминалось это вообще. Это по версии следствия? По версии следствия. А по вашей версии, где был Владислав? Он приходил с мужем где-то в 9, в полдесятого домой. И всю ночь был дома. У нас тогда и девочка жила, старшего сына, невеста. Девочка старшего сына? Да. А она его видела? Да, да. Как ее зовут, скажите? Галя. Чтобы проверить алиби вашего сына, мы задали вопрос Галине, действительно ли Владислав в ту ночь спокойно и мирно спал дома. Внимание на экран. Я тогда ночевала у них, у Славика дома. Поэтому я помню, пришел Славик с дядей Олегом. Они поели, Славик даже не покупался. Он лег спать. Спина у него схватила. Спина очень сильная, и он лег спать. Никуда не ходил. И в ближайшие дни он даже не хотел выходить на работу, потому что были проблемы со спиной. Галина это рассказывала в милиции? Ну, да. Так у меня вопрос. Почему тогда Янченко поверили, а Галине не поверили? Ну, потому что Галина является зацикавленной особой. Когда был подпал? 17-го, 7-го, так? Да. В 2009-го. Когда вы получили? В сечне месяце. То есть, аж в сечне месяце, я так понимаю, ее запитали. А 17-го липня 2009-го вы видели или не видели Бікшу Владиславу? Она говорит, что видели, а где видели? В дома. А скажите, пожалуйста, как вы вы отличили 17-го липня от 16-го липня или от 18-го липня? В ответственно, я больше уверен, что суд как выяснил ее показы? Мы пообщались также с родителями других парней, Андрея Андреева и Романа Корней, и спросили, есть ли у них алиби также на этот день. И вы знаете, нам мама Андрея Андреева дала ответ. Давайте послушаем, что она сказала. Днем они помогали зятю гараж, они ремонтировали, достраивали. Ну, и они целый день там находились, вывозили мусор. А потом вечером они поехали все на речку, где-то там в обузновку, что ли. И вечером зятя его и привез домой. И он был дома. А вот прямо сейчас мама Романа Кореня расскажет нам о том, чем же занимался ее сын в эту ночь убийства. Внимание на экран. Самое интересное, что Роман Корень проходил полиграф. И вот эти свидетельства мамы, они подтвердились или нет? У нас в студии находится журналист нашей программы Наташа Параценко. Наташа, скажи, подтвердились ли слова Романа Корня и то, что говорит мама, что его и близко не было на этой даче? Мы делали запрос в органы милиции, в прокуратуру, в суд. Мы гонялись там за делом, потому что дело передают. И за дня в день, это целая эпопея, там дело по Кировограду гуляет, как хочет. Мы гонялись для того, чтобы получить результаты полиграфа, но в результате мы получили только отписку. А с Андреевым что? Его алибик? Ну, Андреева алибик, то есть озвучивает его мама. Только она говорит, что он в этот день был дома. Что касается Вячеслава Бихши, Ярослав спрашивал, что девушка жила постоянно, просто это не вошло в этот видеокусочек. Она говорила о том, что в этот день она вернулась с похорон своего то ли дяди, вот я не помню уже. То есть она очень хорошо помнит именно дату, потому что это были похороны. Наташа, ты ездила в этот дачный кооператив? Да, ездила. Там же какая-то организованная эта структура. Как это выглядит вообще? Есть часть ухоженная, там живут люди, они за этим следят, охраняют. Вот та часть как раз, где была дача Янченко, которая сгорела, она такая, не очень ухоженная. Но там знают об этом пожаре? Там знают, что женщина сгорела в доме? Да, там об этом знают. И что говорят? Кто-то говорит, что сгорела, кто-то говорит, что подпалили. То есть по-разному говорят. Вы собрали эти мнения. Давайте посмотрим. Внимание на экран. Я не верю, чтобы Андрюха такое сделал. Ну вы знаете, да, Андрея? Ну я знаю, они же тут бегали, они все тут бегали, хлопцы. В то время, знаете, сказать, что тащили отсюда все коммунели. Ну Саша, конечно, курсидим. А Славика, Бикшу, Рому Корня вы знаете? Нет, таких я сгорел. Ну вот просто по поджогу обвиняют и этих людей тоже. Других, типа, вообще никого не знают. Наташа, а всех парней знают там? У всех людей, о которых я спросила о этих трех парнях, Рому и Славу никто никогда там не видел. И имена их там не знают. Андрея Андреева, да. Ну некоторые говорят помню, некоторые говорят не помню, но его имя там Сну знают. А помнят почему? Ну потому что он там бывал. А что он там делал? А может почему? Говорят, что металл. Тащил все, что он мог. Да, тащил металл. Вот люди говорят, что в то время на этом дачном кооперативе было много заброшенных дач, много таких вот людей, не совсем, да, ведущих нормальный образ жизни, и все дружно там занимались тем, что ты релементал. Он приходил к Ирине Сагутовской? Да, Андрей приходил. И он там говорит, ну, говорит об этом его друг тоже, что он приходил в этот дом. Он был вхож туда. Наташа, ты также пообщалась с руководителем дачного кооператива «Дружба». Да. Пожар произошел 17-го числа. Так. А милицию вызвали 19-го числа. Это было лето, июль. Дачный кооператив находится в такой ямке, то есть когда горела эта дача, там очень прекрасно со всех сторон было бы видно о том, что она горит. Почему не вызвали милицию сразу? Ну я спрашивала, а те, кто там есть, говорю, а почему вы не вызвали милицию? Мы думали, что кто-то другой уже вызвал. То есть вот это такая основная была отмазка. Давайте послушаем Валентина Доленко. Это как раз глава правления этого садового общества «Дружба». Что она говорит об Андрееве? Она говорит о погибшей Ирине Согутовской. Я эту женщину не видела, только фотографии 17-летней давности, но все люди, которые ее видели в то время, говорят, что она напевала постоянно и, соответственно, выглядела не самым лучшим образом. Скажите, пожалуйста, от вашего будинка и до этого дачного кооператива, какая дистанция? Там-то переезд, а потом что-то переезд, бог знает, сколько. Ну где-то с десяток, наверное, работа. Ну с десяток будет, наверное. Там километра восемь от новой Балашовки до дачного кооператива. Правильно, от новой, но мы же у нас в начале новой. Ну да, даже 10, но не меньше. А какие-то громадские транспорты там ходят? На дачный кооператив не ходят. Там вообще очень ужасные дороги, да, и ну такое место как бы. То есть быстро приехать и уехать невозможно, да? Да. А на чем ваш сын пересувался в 2009 году? Автобусом. Скажите, если ваш сын невиновен, то тогда кто виновен? Сама Янченко. У них там свечка была. Они пользовались свечкой. У них там была куча мусора. Так, если по вашей логике, что оно само сгорело, тем паче, что милиционеры приехали аж за два дня, скажите, пожалуйста, то почему же все-таки расследуется убийство, на вашу думку? Чтобы сделать резонансное дело, чтобы нацепить себе погоны. Из чего резонансную справу? Из загибели бомжей, перепрошу? Ну а что бомжи? Бомбу организовали. Один, как говорится, лидер, два подчиненных. Так, внимание на экран. Смотрите, это тоже показания Янченко. Здесь она говорит о том, что пошли они на улицу, перекурили, пошли в комнату, где я лягла спать, а Ирина поставила свечку, поставила маленький стульчик возле своего раскладного кресла и начала читать. Я почти сразу заснула, а проснулась приблизительно в два часа ночи. Когда открыла глаза, увидела, что в комнате со всех сторон палает ковер. Это показания Янченко, которые практически нам подтверждают, что сама эта женщина, которая является главным свидетелем 19.07.2009, выдвигала версию случайного случая, да? Максима, вот тут знаете, что самое интересное? Что? Это как раз выше, трошки правой рукой, подпалив запальничку, подпалив тряпки, чтобы были обмотаны на палеце. То есть про факелы, которые очень быстро разгорелись. И далее, держа горючие факелы левой рукой. То есть человек, а социально, даже запоминает, какой рукой. Андрон зашел по коридору и вкинул этот факел. Это, смотрите, Ярослав, это тоже действительно объяснение гражданки Янченко от того же числа и дня, только совсем другое. Но здесь видите, какой вывод делает следствие. Они берут во внимание первое показание, второе показание, но делают вывод о третьем вообще. Видите, на основе сравнительного исследования, выше выкладанных данных, можно утверждать, что в данном случае подъем посередине пожежи находился на территории посередине комнаты первого поверхности. А теперь тут повертаемся как раз до того, что мы начинали, из выяснений пожежной экспертизы, где вообще ничего не было описано, стосовно того, какой был дом, какие перекрытия и так далее, что же горело. При том, в общем, тут делаются выяснения, выключено на пояснениях владельца. Понимаете? Наташа. Да. То есть они там, дача сгорела, спрашивали, где Ира. Она сказала, что она в какой-то там базе овощи собирает. Ну, они ездили на этой базе, работали, собирали овощи. Через два дня вызвали Янченко, Людмилу и второго там сожителя Чобу Молнара, их позвали на дачу, потому что там нужно было заполнить какие-то бумажки. И председатель дачного кооператива спросила, а где же Ирина? Она говорит, так она сгорела. Видеоподтверждение есть у нас. Да, есть видеоподтверждение. Это всего давайте сейчас посмотрим. Да, внимание на экран. Она была по пьянке, и сгорела, и свечка. У вас там свечка была, пользовались свечкой. У них там была, а я был спереди, все испороны, а у них были стоя. Но не пользовались свечкой, да. А, свечка, что не было? Ну, нет. А, свечка, нет. Давайте сейчас посмотрим мнение членов этого дачного кооператива о том, почему сгорела дача Янченко. Я думаю, что он сам взял. Потому что сколько раз я заходил, света нет. Зимой, сами представляете. Одеяло, подушек, там такая гаран. Скорее всего, что сами, они были такие бухие. Возможно, даже и свечка упала. Это от свечки или от цигарки. Итак, мы видим, что свидетели утверждают, загореться дача, в которой проживала Янченко, и погибшая Сагутовская могла от свечи или даже от окурка. Давайте посмотрим, как же такое могло произойти. Ирина и Любовь уже пять лет живут под одной крышей. Свет в их доме давно отключили за неуплату. Сегодня у них был тяжелый день. После привычного ужина с выпивкой Любовь отправляется спать. А вот Ирина хочет узнать, чем же закончится голова в уже полюбившемся романе. Засыпая за книгой, Ирина забывает, что свеча вот-вот догорит. Александр Никулин, скажите нам, пожалуйста, можно ли на месте было установить вот такой ход событий? Свеча упала, тряпки загорелись, все сгорели, женщина сгорела, выпившая была. Это вероятный вариант такой. И, наверное, это возможно было установить. По крайней мере, что там не было поджога никакого специального. Дело в том, что кажется правдоподобной эта версия. Судя по инсценировке. Потому что милицию никто не вызывал, пожарных никто не вызывал. И это при том, что на даче сгорел человек. Подруга хозяйки дома. Якобы ее убили и туда вбросили. Когда я говорил повторной экспертизы, когда эксперт дал заключение от факела, но какая метода привела я к этому, не указано. Алексей, вы хотите что-то добавить? Да. Получается, за долгие годы моей практикой на скорой помощи я замечал такой момент, что люди, которые ведут асоциальный образ жизни и в которых нет постоянного места жительства, если не его находят, а так как мы видим, что газ, то есть свет и тому подобное удобство отключены, они начинают к себе домой тащить много разного хлама. И если там даже было присутствие свечи, то по факту загореться. Могла даже женщина просто заснуть. И мы имеем вот такую вот ясную картину. Итак, мать обвиняемого в убийстве Ирины Сагутовской утверждает, что женщина погибла в результате несчастного случая. Но, может быть, пожар начался от свечи, ведь в доме не было электричества. Но мы выяснили, что в доме в момент пожара, кроме погибшей Ирины Сагутовской, был еще один человек. На втором этаже находился еще один свидетель. Это Чоба Молна. Его все называют Будулай, потому что он ром по национальности. И этот человек, когда начался пожар, он просто спрыгнул со второго этажа и убежал. Но знает ли он, что же произошло в ту ночь на самом деле? И почему тело погибшей Ирины милиция нашла без головы? Он выбросил череп в пруд, который был рядом с дачей. Его по-любому нужно от шейных позвонков было отрывать. И что это означает? Это означало, что была насильницкая смерть. Он меня раздевал и насиловал. А мне 65 лет. А ему 17. Наташа, Чоба Молнар, что за персонаж? Я с ним пообщалась, к сожалению, только по телефону, потому что на данный момент он отбывает наказание за преступление в колонии. За это преступление? Нет, за другое преступление, за расхищение могил. Наташа, что он рассказал об этом случае? Об этом случае он рассказал, что он проснулся ночью от того, что ему пекло в ноги. Увидел, что начался пожар, спрыгнул со второго этажа с балкона, увидел Любу одну. Начал там спрашивать, что случилось, что случилось. И то есть она ему сказала, что вот сгорели, подожгли. Это уже потом, когда он пришел на следующий день? Да, но сперва, то есть он говорит, что вот с самого начала, когда он только спрыгнул, она была в таком состоянии, ну лег в шоке. Спрашивала Ирка, где? А Янченко ничего не могла ответить, потому что она была в шоковом состоянии. И уже через день, когда они разгребали вещи, по его показаниям, они нашли ее кости. Он взял череп ее. Кто взял череп? Чоба Молнар. В руки. Зачем он взял череп? Он этого не может объяснить. Он выбросил череп в пруд, который был рядом с дачей. То есть, подожди, они разгребали вот эти завалы после пожара. Да, искали там... Нашли кости Ирины. Да. Он взял череп. Да, он взял череп в руки и выбросил его. И побежал... Да. ...какое-то расстояние к ручью. Да, я попыталась... И выбросил туда этот череп. Да. По протоколу, угляду миссия Пудии, именно Чоба Молнар доставал потом этот череп из пруда при милиции, передавал его милиции. Но зачем? Ты поехала туда на место и провела там эксперимент следственный. В чем он заключался? Этот путь от дачи до пруда, он не близкий. Я пыталась понять, зачем он выбрасывал в пруд. Ну, то есть он говорит о том, что ему пекло руки. Внимание на экран. Приблизно на этом месте были найдены решетки Ирины Согатовськой. За официальными показами Чоба Молнара, он взял в руки ее череп, он начал ему пекти руки, и он побег и выкинул его в водойму. Сейчас мы попробуем оттворить, как это было, и сколько времени ему на это знадобилось. Вместо черепа у нас будет вот эта цегла. Мы засекаем час, час пішов. Тут он выбегает, тут был коридор, далее был выход, здесь он спрыгнул, и побег, побег, побег. Чоба печет руки, и он выкидает череп сюда. На все про все пошло немного больше 20 секунд, не так же и много. Но возникает вопрос, как было все так ускорбливать. У меня ответа нет. Никаких ответов, одни только вопросы. ситуация такая, когда тело обгорает полностью, то есть идет обугливание, так просто нельзя взять себе череп и пойти там его куда-нибудь выкидывать. Но его по-любому нужно от шинных позвонков было отрывать. А Молнар сильный? Ну, я его видела на видео, только внешне, ну, просто среднестатистический мужчина. А человек может так обгореть при пожаре, что останется один череп у кости? Это только в крематории, а так в обычных случаях... Так в обычном пожаре сгореть так невозможно. Вряд ли такое невозможно. Почему тогда следствие не обратило внимание вообще на этот эпизод? Мы пытались пообщаться с милицией, милиция абсолютно не идет на контакт. Запитание до Александра. Александра, скажите, пожалуйста, а Молнар взаиле перебывал в статусе подозренного или обвинуваченного по этой справе? Нет, он был в качестве потерпевшего. А что они рассказали взаиле? И Янченко, и Чоба Молнар, что рассказали про целую дню после пожаре? Где они были? Что делали? Ну, вечером они пили водку. Святкували пожару? Да, это самое. Сразу втроем, потом разошлись, потом это, и так оно вот... Максим, знаете, самое главное... Ярослав, терпение сейчас вы получите наслаждение от общения с главным свидетелем по этому делу. Я хочу вот как раз подвести, чему все-таки началось расследование, и оно проводилось. Потому что труп был не просто обгорел, а он был без головы. И что это означает? Ну, это означало, что была насильницкая смерть. Милиция приехала 19-го, уже после того, как Чоба Молнар и Янченко побывали там, и уже череп Молнар выкинул. И тут вопрос в том, что милиция, когда приехала смотреть, она уже нашла тело без головы. Вот тут и появляется версия насильницкой смерти. В связи с чем, и пошло расследование. Даже, смотрите, вот насильницкая смерть. Но если тело без головы, то есть в шейном отделе, должны остаться следы. Должно быть уточнено, что череп отсоединен. И каким способом? То есть идет раздрабливание, именно чисто перерубание. Як бы была голова на месте, никто бы ничего не расследовал. Дача, где погибла Ирина Сагутовская, могла загореться от свечей, которыми освещали дом. Экспертиза так и не установила причину пожара. Странным является и поведение свидетелей, которые жили с погибшей. Милицию пожарных они не вызывали. Чоба Молнар еще и зачем-то спрятал череп от тела в ручей. И при всем этом милиция обвинила в убийстве Ирины троих молодых парней. И даже не заподозрила тех, с кем жила Ирина. Почему это произошло? Ответы на эти вопросы нам может дать только главная свидетельница в этом деле. Любовь Янченко. Мы отправились на поиски этой женщины. Это было нелегко. Смотрите сами. Я прошу прощения, а вы не подскажете? Мы ищем женщину. Ее зовут Люба. Здесь в том районе. Она оттуда приходит. Вчера она тут была. Она просто вот это с этим магазином, она взяла и говорит, Ань, я уезжаю. Может, мы с вами хоть поговорим? Ну о чем? Перекусим, мы целый день на морозе, на холоде. Я замерзла просто погляд. Ничего страшного, там фонарик на телефон есть. Ну подождите, я сейчас уберу на столе. Сейчас подождите. Хорошо. Но я не вижу людей. Но я не вижу людей. Наташа, где это вы были? Что это такое? Изначально я пошла на так называемую базу в Кировограде, на Старой Балашовке. Это место, где местные люди без определенного места жительства зарабатывают. То есть собирают разные роды мусор, бутылки и сдают их потом. То есть там мне подсказали, где она живет. Потом я пошла туда, где она живет. Но ее соседка убеждала меня всячески в том, что Любовь уехала, и сейчас ее нет в Кировограде. Я попросилась к ней в гости, чтобы понять, где же она на самом деле. Она мне всячески рассказывала, что она боится, ей угрожают, и поэтому она уехала, а в Кировограде ее нет. После этого мы отправились по всем местам, в которых есть скопление людей без определенного места жительства, в Кировограде. То есть это теплотрассы, коллекторы, землянки в лесу. Ну, нигде ее не видели, ну, то есть вообще ее в городе видели, но в последнее время в этих местах ее не видели. И под конец мы уже снова решили, так как на базе мне сказали о том, что ее видели вчера, несмотря на то, что ее соседка утверждала, что она уехала неделю назад. Я решила все-таки еще раз вернуться к ним в дом, и вот второй раз мы таки нашли ее у нее дома. Она сейчас находится здесь. Любовь Янченко, главный свидетель в этом непростом деле, сегодня здесь, в студии программы «Глядача экс-видок». Но она до сих пор боится, поэтому она находится в нашей тайной комнате. Сейчас мы сможем увидеть эту женщину, но не полностью, только со спины. Любовь, добрый день, вы нас и слышите? Да. Любовь, чего вы боитесь? Расскажите, пожалуйста, нам. Потому что мне Андрейченко сказал, если я выйду, ты не жилец. А почему он такое сказал? Не знаю. Дело в том, что он не только Сагутовскую Иру издевался над ней, но еще и надо мной. Над вами? Да, он меня раздевал и насиловал. Ничего себе! А мне 65 лет. А ему 17. Он бил меня, а Иру говорил, если Ира вызовет или заявит в милицию, он убьет ее. И в итоге убил? Ну, в итоге да. Он бил ее до такой степени, но он всегда приходил в нетрезвом состоянии, до такой степени пяный, что у него ехала крыша. И он издевался над ней и заливал ей водку в рот, для того, чтобы только она переспала с ней. Она ховалась, а я ее ховала. А почему вы на него в милицию не заявляли? Потому что, и рассказала ей, она боится. А вы? И я боялась. И вы боитесь? Две взрослые женщины боятся 17-летнего парня. Так у него с головой не в порядке. Так зачем пускали его? А кто его пускал? Он сам заходил. А как вообще с ним познайомились? На даче познайомились, когда он металл носил вздавать. А скажите, пожалуйста, а Бікшу вы знаете, Вячеслава? Ни Бікшу, ни кореня. Я их никогда не видела. Когда про них вы дизнались? Когда горела дача. И что, они сказали вам, я Бікша, а я корень? Нет, я это узнала уже, когда еще следствие на суду. А скажите, пожалуйста, а пожежа когда была? В ночи? Да. А вы их бачили как? Ну, я вначале их не видела. А когда горела в даче, от тогда я их и увидела. То есть вы их в светле и в огне познали? Да, да. А когда с вами проводили познания, вы как познавали? По фотокарткам? Нет. Или бля в огне их ставили? Нет, они были исследователи. То есть вы их по особям познавали? Да. А вам познавали, когда проводили, это было в кабинете, или все-таки в темноте, бля в огне ставили? Нет, в кабинете. И вам сказали, это Бікша, а это корень? Нет, они сказали, кого вы здесь знаете. Сидело три человека. И говорят, кого вы здесь видели. Я показала кого. И вы всех трех показали? Нет, я одного показала. А если я тех не знаю, как я могла показать. А как долго вы их в ночь пожежи бачили? Минут 15-20. Это что, они 15-20 минут палили дом? Нет, оно горело. А они стояли, курили там, что? Они стояли в стороне и смотрели. Пламя сильное было, а крыша стреляла вообще. И они даже не ховалися от того, что шифер стрелял? Нет, они потом ушли. Андреев еще остался, их уже не было. Когда волнар прыгал со второго этажа, то уже никого не было. А скажи, пожалуйста, когда вы их видели, вы где находились по отношению к ним? Ну, я в стороне стояла. Ну, метров 50. Этот самый Андреев Иру посадил на лавочку и заливал ей водку в рот. Я видела. А ребят я не видела вообще. Там деревья густые, темно. Я их не видела. Я их ходила тогда. Я даже думала, что они в каких-то масках. А когда уже Андреев кинул горящий факел в дачу... Так. Ну, кинув він факел. А где в этот час знаходитесь вы, где находятся хлопцы? Хлопцы в стороне стояли, я стояла в стороне. А Ира колонево стояла и с ним разговаривала. Тобто, он, когда подпаливал дом, вы были на улице? Да, мы все были на улице. Ага. А что вы были на улице? Бо два часа ночи, он столько вгопал. Ира боялась. Ира хотела убежать, но не успела. Андрей ее поймал? Она хотела со второго этажа стрибнуть. Ну? Ну и не успела. Вы можете до конца сказать, как это не успела? Она хотела прыгнуть и что? Дома загорелся и она не прыгнула? Нет, она прыгнула. Потому что тогда дом не горел. Так. Она прыгнула, а что дальше было? Ну прыгнула, а убежать не успела. Почему? Ей там внизу ждал кто-то? Да никто там ее не ждал, просто увидели. Ну, ее увидели и дальше что было? Вы говорите, что не встила. А если человек тяка, то она тяка. Если не может втекти, то что-то ей перешкоджает. Что ей перешкодило втекти? Ребята молодые. Какие? Ну, большие корни. А почему пожежников никто не вызывал? Так, какой же там пожежник? Как я ховалась, чтобы меня не кинули. Он же хотел меня туда Андрея втекнуть. Так, а как вы ховались, если вы говорите, что вы стояли в стороне? Ну так, когда горела дача, я уже убежала. То-то вы и бегли, и вы всех бачили. Ну, что с ним является? Вы можете пояснить? Ну, когда он поджег дачу, я стояла. А потом, когда он схватил ее за руки, хлопцом сказал, толкайте. И следующая она. То я уже убежала. Ирина сопротивлялась или нет, скажите? Я не помню. А когда горела, ну, обычно люди рвутся, кидаются, там, кричат. Я не слышала. Ну да, дверь, получается, закрыли потом? Нет, дверь была открыта. А чего же Ирина не выбежала назад? Я не знаю. Говорить не буду, я была в шоке. Все, она что, избита была, без сознания? Нет, она была в сознании, но бита была. Скажите, пожалуйста, а в момент того, как дом горел, то вы все-таки на улице были или в середине? А почему же вы тогда на следствии говорили про то, что вы спали, и когда вы слышали, что у вас пятки горят, то вы также выбегли из домика? Когда я спала. В соответствии с ваших показов, которые значены в официальных материалах дела? Я не знаю, я не помню такого. Скажите, пожалуйста, мы правильно поняли, что у вас очень плохие отношения с Андреем были. Он вас насиловал. Так было, нет? Да. Какой смысл бросать Загутовскую на ваших глазах и оставлять свидетеля, заведомо зная, что вы, так сказать, о нем все расскажете? Почему они не стеснее и вас туда не бросили? Не успели. Что им мешало? Андрей не успел. Вы быстро бегаете, да, или что? Почему тут быстро бегают? Так вы же говорите, когда Молна прыгнул, вы стояли около дачи. Вы сказали, что вы убежали. Так, когда Молна прыгал, никого уже на даче не было, только дача горела. И вы стояли около дачи? Я стояла не около дачи. Как я могла стоять около дачи, там такой огонь. Так все же, почему тогда вас оставили так за свидетелем? Потому что я убежала. Я заховалась в бурьян. А ребята ушли раньше, а Андреев остался. Так как вы опознали моего сына? Вы видели его в 2 часа ночи, правильно? Да. А как вы его через полгода опознали? По каким приметам? Я уже и не помню. Опишите, как он выглядит. Зрис, размер его? Ну, я не знаю, как его описать. А можно на меня навести камеру? Опишите, пожалуйста, меня, как я выглядаю. Это самый симпатичный, плотный такой, мордатенький, стрижка типа ежика. Ну, я же вижу. Скажите, будь ласка, вы когда в милиции были, вы так само описывали хлопцев? Симпатичный, мордатенький? Нет, я, во-первых, их не описывала. Это сделал Андреев. Он сказал, что они были, а я их не описывала. То скажите, будь ласка, а вы впевнены на 100%, что все-таки Бикша и Корень были там? Ну, я не буду говорить на все 100, но они были там. Я вам вдячный. Люди 6 лет в СИЗО. Людовь, послушайте, сейчас очень внимательно. Это звуковой файл, это звонок. Нам позвонил Роман Корень, тот самый, которого вы тоже якобы опознали, и который теперь также находится в СИЗО. И вот Роман Корень рассказал нам, как проходило это опознание. Янченко давала свечения в суде, чтобы она где-то ховалась, где-то метра два от нас, в кучах. То есть она видела нас полностью всех. На мне куча примет. На ней есть татуировки. Я с 2004 года, у меня нет передних зубов. Она меня видела три раза. То есть раз в живую в городе. Она сказала, что нет, меня не было. Проходит полгода, она даже со ступенек не зашла в двери. Она сразу начала тыкать на меня пальцем. Ну вот то, что говорит Роман. Это правда? Ну он тогда был блондин, он красился. Без зубов. Ну я... Ну блондин без зубов, весь в татуировках. Да ни в каких он татуировках не было. Я, во-первых, не видела татуировок. Я не говорила, что он в татуировках. А в чем они были одягнуты? Это все-таки лето было. А что я знаю? Я ж не помню. Ну как я могу помнить столько прошло лет, в чем он был одет. Так у вас уже це запитывали, как минимум, разів 5-10 в суде и в милиции. В чем они были одет? Да я уже забыла, как он был одет. Что я должна помнить столько лет. А у вас часто будинки палять? Да не палять будинки. А подругу у вас часто палять? Нет. То скажите, пожалуйста, вы помните все до таких дребниць, дребниць, дребниць? А когда мы пытаемся запитать вас действительно про важливые вещи, вы говорите про то, что вы их не помните. Это как понимаете? Строится обвинение следствия. И благодаря вам двое молодых парней вот уже 6 лет находятся в СИЗО. Итак, подозреваемые в убийстве Ирины Сагутовской утверждают, что их и близко не было возле дома погибшей в момент трагедии. Но у владелицы дачи Любовь Янченко совсем другая версия. Она 6 лет уже твердит совершенно обратное. Может быть, женщина специально решила оговорить этих парней? Почему следствие ей так доверяет? И какие еще версии ужасного преступления открылись в результате нашего расследования? Перед тем, как был пожар, там происходила стрельба, там был Молнар не сам. У них там такая любовь была, что даже Федя не знал. Она бросилась под поезд. Скажи, Наташа, какая главная тайна этого человека? Там был Чоба Молнар. На втором этаже человек спал, огонь горел, он почувствовал неладное, выпрыгнул со второго этажа и убежал. Да. Никого не спасал, ни с кем не общался. Ты поинтересовалась у этого человека, кого он считает виновным в том, что произошло? Он говорил и говорит о том, что он лично не видел никого там. Но у нас есть описанные его рукой показания, в которых он пишет о том, что любовь сказала ему, что дачу поджег не Андреев, а другой человек. Они сейчас на экране, могу продублировать. На следующий день я узнала от Янченко, что поджег дачу Белобабченко, так как ему заплатили некий Саша и Вася. Саша и Вася? Да. Они хотели забрать у Янченко ее дачу, где она проживала за долги, так как Янченко должна была им крупную сумму денег. Это писал Чоба Молнар. Это его показания. То есть он обвиняет некого Белобабченко? Ну, то есть не он обвиняет конкретно, а он говорит это со слов Любови Степановны. А кто этот Белобабченко? Ну, мы его нашли, как бы этого человека, нам о нем рассказывали местные жители, что да, он там жил на этих дачах, он должен был сегодня быть здесь в студии. А почему не пришел? В последний момент, то есть сегодня утром я была в Кировограде, он просто сказал по телефону, что он не поедет к нам и больше не брал трубку. Любовь Янченко. Скажите, вы знаете Сергея Белобабченко? Да. Кто это? Это сосед, на другой даче жил, но у нас никогда таких разговоров не было и никому я ничего не была должна. Просто он, когда сгорела дача, он увидел, что там металл и все это отнес Белобабченко. А почему Молнар тогда написал в своем письме, что Белобабченко как раз замешан? Нет, там его не было. Вы знали об этом признании, Татьяна? Знала. И что? Выглядит как правда. Это заявление Молнар написал в СИЗО, а раньше он не мог об этом говорить, когда он был на свободе, потому что он боялся Белобабченко и боялся Горнагу, так как у него был роман с его женой Горнагой. Кто это Горнага? Это какая-то новая фамилия сегодня. Я с Молнаром отдыхала тогда на втором этаже. Там был Молнар не сам? Не сам. Он уснул с Горнагой Викторией. Когда он проснулся от пожара, ее не было. Хорошо, давайте сейчас запомним эту фамилию и этого нового персонажа в этом загадочном деле, но перед этим давайте закрепим то, о чем мы поговорить успели до этого момента. Как бы могли развиваться события, если бы слова Чобы Молнара были правдой и пожар устроил некий Сергей Белобабченко? Внимание на экран. Любовь уже полгода не отдает ему долг, а деньги нужны позарез. Бывший ее сожитель Сергей настроен вернуть свои деньги. Сколько можно ждать? Я два месяца жду. Где деньги? Я не знаю, что деньги. Женщина снова и снова уверяет. Долг вернет. Нужно только подождать. Второй месяц жду уже. Вторые. Ёлки-палки. Сколько? Мне все равно. Сергей переходит на повышенный тон. Еще чуть-чуть, и его крик разбудит Ирину, которая спит в соседней комнате. Что, где деньги? Где? Где? Там, там, там. Где? Где ищи? Я не знаю, но мне все равно. Мне все равно. Где мне взять? Нет, подожди немножечко. Плевать, ищи где угодно. Сергей уверен, выбивать долг нужно только угрозами. Ведь он не верит в то, что в доме нет ни копейки. Не надо этого, не надо. И пуганная должница пускается на утек. Ирина до последнего не слышит, что дом горит. А Сергей, осознав, что тушить уже поздно, решает срочно бежать. Наташа, история с Белобабченко, она ведь не безосновательна. Нам удалось достать очень интересные документы в ходе этого расследования. И эти документы на первый взгляд с ног на голову все меняют. Правда? Да, все верно. Что это за документы? Сергей Белобабченко не одиннажды отбывал наказание. И одно из наказаний, которое он отбывал, было по статье 194, часть 2. Это как раз статья, по которой сейчас судят парней. Статья поджог с убийством. И отбывал он это наказание как раз после пожара. В 2011 году? Да. То есть ровно через месяц после того, как произошел пожар в этом дачном кооперативе под Кировоградом, задержали Белобабченко за поджог дачи под Кировоградом. Через месяц после того, как эта дача сгорела. Человеку дали срок по статье 194, часть 2. Ярослав, что это у нас? Умысное значение, майна, шляхом петпал. Что повлекло гибель людей? То же самое преступление. Аналогично. В том же самом районе. То же дача. И что? Это он? Возможно, это и тот же самый поджог. Вот этот дачный кооператив, на то время он находился под Кировоградом. Сейчас он находится в черте Кировограда. Ну, то есть его там присоединили. На то время он относился к Кировскому району Кировограда. Потом он стал Ленинского района Кировограда. Белобабченко действительно поджигал дачу. И это подтверждают и свидетели в этом дачном кооперативе «Дружба», о котором мы здесь разговариваем. Василий, член правления кооператива. Внимание на экран. Там получилось. Серега, я знаю, они убежали где-то. И где-то их тут поймали. Еще одну параллельно дачу. Ну, это буквально с разницей весов. Александр, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы пришли в нашу программу. Вы нам очень сегодня помогли. Мы знаем, что у вас поезд сейчас. Вам надо спешить и бежать. Поэтому мы вас отпускаем, Александр. Однако мы проверили факты. Участвовал ли в поджогах Сергей Белобабченко? Так вот, участвовал в то же самое время, в том же самом практически районе. И даже получил за это определенный срок по 194-й статье. Часть 2-я. Это умышленный поджог, который повлек смерть человека. В этом загадочном деле появилось одно обстоятельство. Это еще одна версия. Оказывается, на даче была стрельба. Кто же и за что хотел, возможно, застрелить Любовь Янченко? Или Ирину Сагутовскую? Давайте сейчас пригласим в эту студию еще одного человека. Его зовут Олег Головко. Этот человек уже 6 лет пытается добиться правосудия. Что же произошло на той злополучной даче? Он хочет знать ответ на этот вопрос. Это отчим Владислава Олег Головко. Встречайте. Здравствуйте, Олег. Спасибо, что приехали. Но ведь приехали вы не просто так. У вас, я так понимаю, своя версия. У Молнара есть же там показания. Перед тем, как был пожар, там происходила стрельба. Ну, Молнар так написал. Но вопрос, почему вы считаете эти показания правдивыми? Сначала Горнага там стреляла. Кто такая Горнага? Горнага Виктория. У них с Молнаром были отношения. У них был треугольник Люба, Молнар и Горнага Виктория. Треугольник любовный? Да. И Горнага Виктория приходила днем, буквально там за несколько часов до пожара, часов там за 6. Она стреляла, она хотела разобраться с Любой по поводу Молнара. Вечером вроде там стрелял Белобабченко. Белобабченко? Белобабченко. А зачем Белобабченко стрелял? Он тоже в этом треугольнике четвертый был. За долги, нет. А он там просто за долги. Горнага, она вообще откуда взялась? Кто она такая? Она жена сторожа Горнаги Федора. Она жена сторожа? Да, Горнаги Федора. А сторож работает в этом кооперативе «Дружба». Да, у них там рядом дома. И эта Горнага имела какие-то отношения с Молнаром? Да. И Янченко имела отношения с Молнаром? И Горнага на это разозлилась? Ну, я думаю, да. Приревновала и пришла с ружьем? Да, разбираться. И это в тот же день, когда и пожар был? Это было днем, а пожар ночью. А доказательства стрельбы теперь какие? Ну, дверь была прострелена. Дверь снята была. Куда она делась, неизвестна. Куда делась, неизвестна. Эту версию вообще никто не проверял. Дверь железная была? Да. Некалеческая. И там еще, смотрите, такой момент. Там же газовый баллон стоял. Из показаний Горнаги Федора, когда услышал взрыв, я вышел на улицу и видел пожары. То есть, вы считаете, что Горнага Виктория пришла на дачу к Янченко? С ружьем она пришла, да? И стрельнула в дверь? Да. А пуля отскочила в газовый баллон? Нет. Горнага вроде днем стреляла. А Балабайченко вроде вечером стрелял. Там есть показания Монора. Перед самым пожаром стрелял Балабайченко. Но реально два отвора вид по стрелу. А про газовый баллон там ничего не написано? Наташа? В протоколе осмотре места события про газовый баллон ничего не написано. Там только об этих дверях. Причем очень интересно то, что при том, что в дверях были выстрелы, потом сам же Чоба Молнар эти двери издал на металл. Но Горнага Федор говорит, что слышал холопок. Мог взорваться газовый баллон. Так кто же тогда стрелял? Предположим, что было какое-то ружье. И что из этого ружья действительно стреляли. Мы провели следственный эксперимент. Взорвется ли газовый баллон, если в него стрельнуть из ружья? Две пули. Одна это вот дробь, которая от него взлетается, и другая просто прямая. Баллон у нас, конечно, не полный, потому что это очень опасно. И там, ну, нужны очень большие технические возможности для того, чтобы это сделать. Но и одна, и вторая пуля простреливают баллон полностью. То есть, если бы выстрел был из ружья, то пуля бы попала в баллон. И видно, вот в этом баллоне было совсем немного газа, и он горел изнутри. Александр Никулин, как вы считаете, могла ли стрельба привести ко взрыву газового баллона, а, соответственно, этот взрыв к воспламенению и полному уничтожению дома от огня? К загоранию баллона стрельба могла привести, а к взрыву нет, конечно. Потому что для взрыва необходимо было, чтобы газ, который вытекал, смешался с воздухом, с кислородом воздуха, и тогда произойдет взрыв. То есть, какой-то зазор между вытеканием газа и поджогом его. Взрыв не мог бы быть. А если бы баллон был прострелен, он просто покатился, и там горел газ, и все загоралось вокруг. Такое могло быть? Ну, такое могло быть. Ну, просто без взрыва. Такое могло быть. Таким образом, у нас появилась четвертая версия. Пожар был, и причиной могла стать стрельба. Внимание на экран, давайте посмотрим. Чоба Молнар – единственный мужчина в этом доме. Ему уже давно нравится Ирина, и та отвечает взаимностью. Мы про вас не будем говорить, но просто не возможно. За тебя мы. А вот Виктория считает Чобу предателем. Ведь он не раз рассказывал, что любит только ее. Женщина в ярости от появления конкурентки. Виктория решает мстить и сразу же вспоминает о ружье мужа, которое хранится дома. Она начинает стрелять прямо с порога, совершенно не думая о последствиях. Любовь, вы нас сейчас слышите. Мы только что показали еще одну версию, которая, по нашему мнению, могла бы быть правдой. Вот с этой стрельбой. Так оказывается, у вас вечером там еще и стреляли? Я не знаю этого. Потому что у нас дома стира не было. Подождите, а про любовный треугольник вы знаете? Я уже слышала. Это все вранье. Какой треугольник? Вы, Молнар и Гарнага. Я с Молнаром никогда ничего общего... Просто он жил у нас. А с ним общего у меня ничего не было. Какая разница в 19 лет? Подождите, а у Ирины Сагутовской, может быть, был какой-то треугольник? Я не знаю. Примения было. А что Витка приходила к нему, да. Витка это Гарнага? Да. Да. Это было. И не раз. А, то есть приходила? Она и спала с ним на втором этаже. И спала с ним? Да. Ну так, а Молнар с вами спал? Нет. А с Ириной покойной? Нет. Только с Гарнагой? Да. У них там такая любовь была, что даже Федя не знал. Ее муж. Так Виктория же Гарнага замужняя, действительно. Ну так не знал Федя. Федя на работе, а Гарнага была с Молнаром. Нам удалось пообщаться с мужем Викторией Гарнаги. Давайте прямо сейчас все вместе и послушаем. Виктория не мала доступа до ружья. Это раз. По-друге, она относится к той категории людей, которые с ужасом к ружью относятся. Ну, у них какой-то панический страх. Откуда не знаю. То, что это оружие никаким образом не могло относиться до этих постреливших дырок в дверях. Разные калибры. У меня 32 калибр. Это чуть больше по диаметру, чем пуля Макарова. Ну, а там где-то копеек пять. Наташа, а почему мы интересовались у мужа Виктории о том, как она там обращается с оружием, а не у нее самой? Потому что Виктории, ну, как нам стало известно, уже нет живых. Как нам сказали, она бросилась под поезд. Эта история произошла где-то за месяц до поджога. Горнага Федор, он на то время был охранником дач, дачного кооператива этого. А Андреев крал там металл. Ну, у них были из-за этого конфликты. Со слов Федора Андреев пришел и начал угрожать жене. Если он будет нам мешать красть металл, то мы тебя изнасилуем, его изнасилуем. Ну, опять-таки, это же все с его слов и заявления, которые он... Кого и Федора изнасилуют? Да. После того, когда были эти угрозы, он не придал им значения. На следующий день он ушел на работу, а Андреев с еще двумя людьми пришли и забрали Викторию и вывезли ее в неустановленное следствие место. Вот, они ее поили и сбивали. В итоге она от них убежала. Это где написано? Неустановленное место, неустановленная машина? Это в официальном деле? Это написано в обвинительном акте, да. Это написано в деле. Это написано в заявлении Виктории Горнаги о том, что ее выкрали. Очень запутанная история. Смотрите, личность самого Федора очень интересная, потому что на самом деле таких лиц я вижу крайне редко. Это очень жесткий волевой человек, готовый идти на личные лишения ради какой-то цели. Типаж Маджахеда, который, в принципе, готов себя подорвать, чтобы чего-то сделать или не дать чего-то сделать другим. Никакой эмпатии, сочувствия, переживания к окружающим, ни к себе, ни к кому абсолютно. А знаете, что вы недалеки от истины. Скажи, Наташа, какая главная тайна этого человека? Главная тайна этого человека в том, что он сидел за убийство 27 лет, он отбывал наказание за убийство человека. И со своей женой Викторией у них разница в возрасте была больше 20 лет. А у вас нет версии, в которой вы бы рассматривали Федора? Вы можете предложить эту версию? Как физиогномист я рассматриваю лица из двух плоскостей. Первое, это потенциал, то, что дано от рождения. Бывают люди, которые очень смелы, которые могут смотреть на ужасные вещи, могут идти до конца, знаете, как застревать, залипать в чем-то. Вот себе придумал и пошел. А в данном случае нет. В данном случае я говорю о приобретенных чертах лица. Те, которые говорят о том, как человек шел по жизни. Грубо говоря, мы когда занимаемся спортом, у нас мышцы растут. То же самое у нас происходит на лице, оно меняется. С каждым годом нашей жизни, после каждой ситуации, после каждого выбора. Так вот, здесь на лице, обратите внимание на морщины, которые идут от внутреннего края глаза через всю щеку на желвак. То есть это называется морщина цели. Самая жесткая морщина, которая, в принципе, может быть. Я ради какой-то цели готов пойти на личные решения своих запасов волевым усилием. Отсутствуют полностью губы как таковые. Вернее, как они были, но вот сама поверхность сенсора, то бишь розовая часть, она спрятана. Человек, который, возможно, раньше и ощущал, но сегодня уже не сможет прочувствовать боль другого человека. Сочувствия, сопереживания на уровне ощущений там нету и близко. На самом-то деле, любовь боится Андроны, или, возможно, любовь боится Федора? Любовь, кого вы боитесь? Андронов. А Федора? Нет. А он 27 лет сидел в тюрьме. Ну и что? И у него есть ружье. Мы не состыковывались. Просто Вита, когда ее вывозили, она на другой день пришла ко мне и рассказала, что ее вывозили в Соколовку. И сказала, что это был Корень, потом Иванов Андреев. А вы же сказали, что фамилию Корень, вы же знали уже после второго случая. А это вдруг она пришла в Гармага и сказала, что Корень ее вывозил тоже. А я же его не знала. Я его не видела тогда. А уже Корень. Ну она так говорила. Любовь Степановна либо путает, либо не знает, потому что по первому эпизоду проходит Андреев, Вячеслав Бикша и некий Иванов. Первый эпизод это похищение? Похищение. По второму эпизоду проходит Андреев, Вячеслав Бикша и Роман Корень. А, то есть Корень по одному эпизоду? Да, Корень по одному эпизоду, Андреева и Бикша по двумя эпизода. И это одно производство, два эпизода? Да, их соединили. Когда произошло якобы похищение, ну или на самом деле похищение Виктории Гарнаги, да, она подала заявление, и она сразу в своем заявлении написала о том, что это был Андреев с двумя людьми, которые ей неизвестны. Но почему-то не искали Андреева, и ничего не проводилось, и уже только после поджога вдруг обнаружилось, что когда-то там за полтора месяца до поджога Андреев выкрал Викторию Гарнагу, и более того, сам Федор Гарнага не отрицает того, что заявление Виктории в милиции не нашли. Она его писала... У нас есть свидетели, да, которые подтверждают, что никакого похищения не было. Сейчас я вас совсем уже всех запутаю. Внимание на экран. Десять, начало одиннадцатую ее здесь видели пьяной, а потом в час ночи она уже пришла с Соколовки возле парикмахерской, поворот на райцентр. Вот там она... Просто это никак не совпадает. Если даже ее вывезли, есть, ну такой... Она к часу ночи никак не попала в парикмахерской. Наташа, что это объясняет? По времени не сходится. То есть люди говорят, что они ее видели на дачном кооперативе вечером пьяную. И в час ночи, по ее показаниям, и потому что говорит сейчас ее супруг, то ее привезли куда-то в район поселка Соколовка. Точно она не помнит, и так это следствием и не было установлено. Хотя она оттуда сбежала. Какими-то попутками или пешком, неизвестно как, она вот прошла до вот этой парикмахерской. То есть вот первый флажок это дачи. С дачи ее вывезли вот в последний флажок Соколовка, да. А с Соколовки она потом попутками пешком добралась до вот среднего флажка. Это парикмахерская. И уже оттуда она позвонила своему мужу, при том, что до этого у нее все время находился с собой мобильный телефон. И сказала, что это сделал Андреев. И сказала, что ее выкрали, забери меня я возле парикмахерской. Сказала, что... Но она сказала, что это Андреев? На следующий день они пошли в милицию, она написала заявление о том, что это сделал Андреев. Но так утверждает ее муж. Но потом это заявление пропало, и писали его задним числом после поджога через несколько месяцев. То есть это еще один свидетель, такой же, как и Любовь Янченко. Один единственный, которому следствие поверило. Да. Олег, вы что-то хотели добавить по поводу этой истории? Ну, там вообще маразм. Ну, если ее вот так вы рассудите вот здесь, в студии, человека погрузили в багажник, имея при себе мобильный телефон, она не могла ничего сообщить, а сообщила только, когда вырвалась. Послушайте, почему ваш сын опять в истории какой-то? Вот второй эпизод. Вот я хотела следователя спросить, но он почему-то постоянно отверчивый, почему не поменяли сценарий, почему не поменяли Иванова с корнем. Я тоже хотела это знать, но он молчит. Ему сдавался вокруг. Ну, тут самое оригинальное в этой истории, что получилось, что Иванов на суде, он Славика увидел первый раз. У нас есть старший сын, он знал старшего сына. А Славика младшего он не знал. И сотрудники милиции сказали, что ты должен насчет вывоза сказать, что с тобой присутствовал Бикша. Он думал, что старший присутствовал. Он старшего знает, а младшего он не знает. И на суде он сказал, говорит, суде, я первый раз этого человека вижу. Какой вывоз, говорит, я вообще. Это ведь, оказывается, еще не все повороты в этом деле. В этом шокирующем деле. Почему следствие решило, что именно Ирина Сагутовская сгорела на даче? Почему родственники обвиняемых уверяете, что женщина, вы нам это рассказали? Да. Перед программой, что эта женщина, Ирина Сагутовская, на самом деле жива. Почему вы так думаете? Ну, дело в том, смотрите, много совпадений. Во-первых, Молнар первый сказал, что увидел ее неоднократно. Отец на суде тоже сказал, что увидел ее, что она к нему приходила или в 2012 году, или в 2011 году. Чей отец? Ее, Сагутовская. Но здесь прокуратура сразу, ой, он ошибся в воде туда-сюда. Хотя адвокат, адвокат, ему четыре раза вопрос, вы уверены, что она приходила к вам? Да, я уверен. Есть неофициальный документ, что на нее составлялся в 2015 году, составлялся документ в июле месяце, протокол за распитие спиртных напитков или что. Смотрите, вот этот документ. Это административный протокол за распитие алкогольных напоев в местах общественных. И тут вынесено даже предупреждение против Ирины Сагутовской. Между прочим, Ирина Анатольевна, ее отчество, да? Да, да. Это та женщина? 75-го года рождения. Кировоградский район, город Кировоград. Так, я не понимаю, жива, что ли? На суде поднимался этот вопрос. Мой сын подал вот эту бумагу. Они не стали проверять, она это, не она. Они сразу возобновили у себя там служебную проверку о подделке документов и о утечке информации. Для того, чтобы развенчать или подтверждать такие вещи, нужно результаты получить ДНК-экспертиза останков из этого дома. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ С висновка медической экспертизы. Кисковые решетки люди не наданы на доследжения, непридатные для молекулярно-генетического доследжения в связи с равновной температурой. То есть высокая температура уничтожила все ткани человека, из которых можно было взять пробу на ДНК. То есть по сути, тело нельзя уже идентифицировать. И второй момент, если бы даже какой-то момент бы появился, то есть хоть какая-то капелька, частичка, с чего можно было взять ДНК, нужно было бы найти родственника, который бы подтвердил похожесть ДНК, что это именно является его родственницей. В результате проведенного генетического доследжения за узнаками крови... Становлены узнаки узнаков крови Сугутовского АФ, как будто отец Сугутовского Ирины. Где? На тех же, которые обгорели, и не возможно ничего установить. То есть они говорят, что не обгорели, и сделать генетическую экспертизу нереально, невозможно в связи с температурой, но при этом они дают показания... Это в одном документе, в одном. В одном. При этом они дают показания на совсем другого человека и на его кровь. А какой орган этот документ выдавал? Любопытно просто. Судомедичная экспертиза. В первом пункте написано, что неможливо установить. Поэтому до второго пункта мы даже не должны обратиться. Анатолий Сугутовский. Внимание на экран. Вот такая торбинка. Сколько они там, что они все? Череп такой, как кулак, обгорел уже. И вот это все мы сложили. В гроб и отнесли. Анатолий Сугутовский. Он как считает, это его дочь там сгорела? На данный момент он считает, что это его дочь сгорела там. А почему? Он сомневался раньше? Ну, я не могу этого утверждать. Вот со слов, да, Татьяна Олега на судах, он говорил о том, что она приходила домой и сказала, что уезжает куда-то, то ли в Крым, то ли куда-то. Это он говорил? Анатолий? Да. Так он и на суде же, он же это даже назвал. Анатолий человек уже в возрасте. Он, кстати, тоже должен был сегодня к нам приехать, но, к сожалению, попал в больницу с сердцем. Вот. Он считает, что это умерла она, при этом он сам говорит о том, что костей там было совсем чуть-чуть и череп с кулачок, и все это поместилось в одну торбенку. Парни сидят шесть лет в СИЗО, идентифицировать остатки человека, которого они якобы убили, невозможно. Единственная свидетельница путается в показаниях, однако, как я понимаю, самым удобным показанием следствие верит. Это какая-то безысходность? Нет, нет тут без выхода. И выход в данной истории, он все-таки поляга в первенном материале, это в проведении самим належной пожежно-технично-экспертизы. Потому что до того часу, допоки не будет установлено достеменно, что же все-таки произошло с этим домом... А как ее провести сейчас? Там все травой поросло. Нет, то, что травой поросло, это очень хорошо, но существует протокол огляду местоподий, в котором все-таки существует детализация того, что следователь нашел. На месте был специалист пожежотехник, он делал свои фотографии, свои замеры, и по фотокарткам, возможно, как минимум, попробовать установить, что же все-таки произошло. На сегодняшний день взагалі неможливо говорити про тот факт, что они что-то подпаливали. То есть их по логике должны выпустить? Так, звісно. Но только после того, как будет изменено звинувачение. То есть получается так, что при достаточно четком процедурном подходе к этому вопросу, любой адвокат может за осязаемый промежуток времени выпустить вашего сына на свободу. Я так понимаю, что они были задержаны все-таки по показаниям свидетеля. Да. А потом уже идет этот все эксперт. Поэтому здесь надо требовать у суда судебно-психиатрической экспертизы этого свидетеля. Здесь невооруженным взглядом видно, что человек страдает сильнейшим расстройством, у него нарушение памяти, восприятия. Это слышно по речи. Потому что у нее... Почему она постоянно меняет эти свои показы? То есть там на лицо очень много диагнозов. Здесь достаточно экспертизы, она будет признана неспособной выступать в роли свидетеля. Уважаемый эксперт, я хочу, чтобы каждый из вас сказал, есть ли достаточно улик против этих ребят, чтобы они продолжали оставаться в СИЗО, или нет достаточно улик против этих ребят, чтобы они продолжали оставаться в СИЗО. Из того, что увидели, услышали, безусловно, не хватает. Улик. То есть они должны выйти? Да. По крайней мере, им надо переквалифицировать обвинение. Вы, Елена, так же считаете? Я тоже считаю, что вообще ребята здесь ни при чем. Лично вот у меня сложилось впечатление, что здесь больше причастен к этому делу свидетель и сожитель со второго этажа, который прыгал. Он сидит, кстати, но по другому делу. Алексей. Я считаю, что ребята здесь невиновны, то есть мой ответ нет, потому что по всем материалам, по всем просмотренным, опять же, я согласен с моей коллегой, что вот те, кто там жили, в теме виноваты. Что там происходит? Что это уже дальше разбирается с нами. Александр, вы? Я бы хотел видеть лица тех людей, которые тоже фигурировали, но под тем материалом, который услышали сегодня, считаю, что невиновны. Но подождите, пока я задам вам это правило. Любовь Янченко, вы еще с нами? Да. Смотрите, тут аудитория, эксперты сходятся во мнении, что ребят нужно выпустить. А вы как думаете? Если так сходятся, выпускаете. Я не против. Спасибо вам, Любовь Янченко, что пришли к нам сегодня и помогли разбираться в этом резонансном деле. Спасибо. Ярослав. Максиме, кроме сказанного тут на рахунок належности допустимостей доказов, мы уже должны говорить про, снова таки, одну простую знаменальную речь, которую все же таки удалось найти вашим журналістам, вытягу из админпрактики, соответственно, до которого Сугатовская Ирина Анатольевна 1975 года все же таки притягалась до админстягивания как раз 15-го сьомого 2015 года. То есть, через шесть лет после фактического и, как бы, убийства. Поэтому, как можно на сегодняшний день говорить про звинувачение в навмисном подпале и вбивстве, если такая особа как бы реально существует. То есть, пока оно не будет переверено, не можно про это говорить. Спасибо всем, кто сегодня участвовал в разборе этого шокирующего, но в то же самое время очень запутанного дела. Впервые в этой студии мы смогли доказать, что, возможно, убитый человек, тело которого найдено, за что сидят два парня в СИЗО, так вот этот убитый человек оказывается жив. Возможно, жив, потому что доказательств обратного также нет. Мы установили, что вину троих подозреваемых следствие так и не доказало. Андрея Андреева, Романа Корня и Владислава Бикшу должны отпустить. Ведь в студии с этим согласилась даже главный свидетель по этому делу Любовь Янченко. А следствие, по мнению наших экспертов, должно назначить дополнительные экспертизы. И самое главное, проверить, возможно, Ирина Сагутовская на самом деле жива. Это была программа «Глядачей Экс Видок». Меня зовут Максим Секора. Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ